Террамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А, телефон 2-36-88. Уже на протяжении двух месяцев идет сбор средств на замену окон в Амзинской школе искусств. Правда, совсем не при поддержке местной администрации, которая обещалась отремонтировать здание еще в 2016 году, а скорее вопреки властям. Сначала сборы проходили традиционно, как говорят в народе, в кубышку. Затем же на помощь жителям села пришла платформа «Планета». Здесь наряду с Амзинской школой есть множество других проектов, например, запись нового альбома популярной группы «Би-2», издание новых книг известных писателей и многое другое. «Планета» – это краудфандинговая платформа, то есть такая платформа в интернете, на которой собираются средства на разные добрые и, во большей части, творческие дела. Это сделать довольно-таки непросто. К проектам предъявляются определенные требования. Необходимость должна быть как-то хорошо обоснована и доказана. То есть то, что они уже запускают на этой платформе, это далеко не все, что им прислали, это то, что принято. Так что мой проект приняли, признали нормальным. И вот он уже второй месяц находится там, на планете. В этом кабинете мальчишки и девчонки познают нотную грамоту, азы музицирования. Здесь совсем недавно заменили единственное окно. А в ближайшем будущем при помощи неравнодушных жителей Нефтекамской республики и страны также тепло и уютно станет и в остальных кабинетах и залах Амзинской школы искусств. Чтобы проветрить класс, нужно было открыть внешнюю, просто так открыть форточку было нельзя. Надо сначала присохшую там к краске давнюю, первую раму открыть, потом открыть форточку, потом закрыть. Это была целая серия физкультурных упражнений. И форточка маленькая, класс не проветривался. И вот то, что я сейчас подхожу, беру, открываю, а там еще москитка, там еще эти дети не будут сейчас сидеть все искусанные комарами. Это такое невероятное счастье. Это, наверное, человеку, который привык к нормальным окнам, это просто не понять. По словам преподавателя Галины Хохряковой, есть переводы всего в 16 рублей, а есть и поступления в 15 тысяч. Мы рады каждой копеечке, ведь она пойдет на благое дело, признается женщина. География проживания жертвователей обширна. Это Вологда, Смоленск, Рязань, Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Новосибирск, Петропавловск, Камчатский и не только. Недостающую сумму планируется собрать в ближайшую неделю, а завершить все работы, надеются, к началу нового учебного года. Именно тогда воспитанники школы искусств смогут творить, развиваться и радовать зрителей в обновленных помещениях. Зульфия Амирова, Азат Давлетшин, Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok